Вовы флеем и зоря сияет Там крают, крают, крают Рождество Христово Очень значимый для православного христианина двунадесятый праздник Этот праздник мы любим с детства И кажется, все-все про него знаем Всю историю, традиции и предания Некоторые из нас и все рождественские службы знают наизусть. Но так ли это? Давайте проверим. Сейчас в видео мы расскажем вам об очень интересных вопросах про Рождество Христово, о которых мало кто задумывался или вообще не задумывались. Субтитры создавал DimaTorzok Казалось бы, все просто. Новая эра считается от Рождества Христова. Но изначально в числениях была допущена погрешность. Римский составитель Пасхали Аббат Дионисий Малый работал в 525 году, ошибся на несколько лет. Точно определить дату рождения Иисуса Христа сложно. Из Евангелия от Матфея известно, что во время избиения младенцев Христу было не более двух лет. На фоне всех жестокостей царя Ирода Великого, это событие в небольшом городе в окрестностях Иеруса Рима вряд ли было особенно значительным для всей страны, поэтому в документах оно не отражено. Ирод Великий умер в 750 году от основания Рима, по нашему исчислению. Это четвертый год до нашей эры. В это время спаситель был еще ребенком, как говорит апостол Евангелист Матфей. Во смерти же Ирода, си ангел Господень во сне, является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матери его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матери его, и пришел в землю Израилеву. Греческое слово «пис» может означать не только грудного младенца, но и любого ребенка, а детьми в иудесской традиции мальчики считают до 13 лет. Еще одна зацепка. Год выхода Иоанна Притечина проповедь, Лука называет его точно. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря. Эта дата высчитана – 28-й год нашей эры. В это время или несколько позже Христу около 30 лет, потому что на проповедь он выходит после крещения от Иоанна. Ровно 30 ему быть не могло, потому что тогда получалось бы, что Рождество Христово произошло уже после Ирода Великого. Но это именно около 30, а не около 40. Если предположить, что Христос выходит на проповедь в 28-м году в возрасте, в самое меньшее 32 лет, а самое большее в 35, то год его рождения колеблется в промежутке от 7-го до 4-го года до нашей эры. В те годы мессианские ожидания в еврейском народе были особенно сильны. Иудея находилась под властью язычников, то есть римлян. А мессию воспринимали царем, который бы поверг врагов и восстановил царство Израиля. В том, что именно такова его роль были уверены все верующие иудеи и потомки царей, и простые рыбаки и земледельцы. Но Ирод таковым не был. Его принадлежность к вере иудейского народа была формальной, чисто политической. Ирод вообще не мог быть легитимным царем иудеи, так как не являлся потомком Давида. По происхождению Ирод был идуменянином, а не евреем. Иудаизм принял он не сам, а его дед Антипа. И не по велению сердца, а покорившись хасмонейскому иудейскому царству. Отец Ирода Антипатор получил должность прокуратора иудеи и место опекуна тогдашнего иудейского царя и первосвященника Гиркана II из династии Маковеев. Возвышавшись, он захватил царский престол. Антипатор пал жертвой заговора. Его сын Ирод уничтожил заговорщика и взял власть в свои руки. Чтобы придать легитимность своему правлению, он женился на внучке Гиркана II, чтобы зарекомендовать себя благочестивым человеком. Реконструировал храм. В 1925 году до н.э. он решил проблему голода вследствие неурожая в Иудее, обменяв все золото во дворце на хлеб в Египте. Но его жестокость и подозрительность – его явное сотрудничество с оккупантами. Власть он получал не без помощи римлян. Заручившись поддержкой Марка Антония, он был избран сенатом в самом Риме. Все это привлекло к тому, что популярности в народе он не снискал. Подозрительность царя усиливалась. Весть о рождении мессии не была для него радостной. Его интересовало не освобождение уидейского народа, и тем более не просвещение других народов светом истинной веры, чего также ждали верующие люди, а сохранение власти. Тяга к власти уже неоднократно превращала Ирода, гордеца и самозванца, еще и в жестокого убийцу. Но избиение младенцев превозошло прежнее его преступление. После этого он прожил не более трех лет, вероятно, всего еще меньше. Из Евангелия от Луки мы знаем, что вместо колыбели для младенца Пречистая Дева Мария использовала ясли, кормушку для скота. Католическая церковь бережно хранит в римском храме Санта Мария Маджоре часть рождественской святыни, деревянные дощечки, считающиеся частицами яслей Христовых. Правда, об исторической аутентичности этого предмета говорить сложно. Во всей Святой Земле и сейчас можно увидеть пещеры в скалах, которые в древности загоняли скот, но находящиеся там ясли сделаны из камня, ведь в этой местности дерево не является распространенным материалом. Но в любом случае ясли в Писании упомянуты. А вот о пещере не сказано ни слова, откуда же мы знаем о месте рождения Спасителя? Первые письменные упоминания о вертепе, в котором родился Христос, мы встречаем в источниках середины II века, апокрифическом, протоевангелии Иакова и диалоге с Трифоном Иудеем, святого мученика Иустина Философа. Если протоевангелие изобилует большими количествами исторических недостоверных подробностей, то Иустин Философ фиксирует устные предания, в целом не отличающиеся от изложенного в Евангелии. Когда же младенцу пришло время родиться в Ифлиеме, то Иосиф по недостатку в том исселении места, где остановился, пришел в одну пещеру недалеко от селения. И когда они были там, Мария родила Христа и положила его в ясле. Точного места святой Иустин не указывает. Зато очень точно указывает место Рождества, посетившей святые места Ориген. Самая пещера Вифлеемская указывает, где он родился, а также и ясли пещерные свидетельствуют о том, где он был повит пеленами, сообщает он в труде против Цельса. В тех местах живо еще предание об этом событии, известно даже и врагам веры, что в той пещере родился Иисус, которого чтут и которому дивятся христиане. Вопрос кажется забавным, ведь церковный календарь неизменен, а значит мы должны будем праздновать Рождество в этот день, что и сейчас, то есть 25 декабря по Юлианскому или 7 января по Григорианскому календарю. Между тем Юлианский, то есть церковный или старостильный календарь не меняется, а вот Григорианский, то есть гражданский или новостильный, изменяется по правилам, согласно которым разрыв между старым и новым стилем будет постепенно увеличиваться. Мы привыкли к тому, что высокостными являются те годы, которые делятся на 4. Но это правило действует только для Юлианского календаря. Для гражданского Григорианского правила высокостных годов следующее. Если порядковый номер года не оканчивается двумя нулями и делится без остатка на 4, то год высокостный. Если порядковый номер года оканчивается двумя нулями и число сотен в порядковом номере года длится без остатка на 4, то год высокостный, а если не делится, то простой. Таким образом, 1900-й простой, 2000-й высокосный, 2100-й простой. Следовательно, с 1 марта 2100 года разрыв между юлианским и григорианским календарем увеличится еще на один день, и с 1101 года Рождество будет отмечаться 8 января по новому стилю, что станет соответствовать 25 декабря по старому. Разумеется, сместятся и все остальные непереходящие праздники. Как ни странно, православные церкви, живущие по старому стилю, могут оказаться перед серьезной проблемой уже сейчас, если люди даже из числа священников, которые уверены, что именно это смещение является нарушением литургической традиции и категорически недопустимо. Конечно, здравомыслящие люди разберутся с проблемой сложения в пределах одной единицы, но психологический дискомфорт обеспечен даже им, ведь обычной жизнью мы ориентируемся на гражданский календарь. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и сместит выходной день с 7 января на 8. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и мать обеспечен. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и мать обеспечен. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и мать обеспечен. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и мать обеспечен. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и мать обеспечен. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и мать обеспечен. Останется надеяться, что и государство проявит благоразумие и мать обеспечен. Субтитры создавал DimaTorzok